В эфире телеканала Первый Карагандинский новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганду посетил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Казахстане Мадштаба Дамирчулу. Дипломат встретился с Сахимом Карагандинской области и посетил металлургический комбинат. В ночном клубе Караганды очевидцы сняли на видео спящего маленького ребенка. Девочка спала на диванчике под оглушительную музыку и в кальянном дыму. День духовного согласия. Представители традиционных конфессий посетили хоспис Общества Красного Полумесяца, где провели беседы с пациентами и вручили им подарки. Обо всем более подробно. За летний период в Карагандинской области утонули 56 человек, в том числе 14 детей. Такую статистику, а также итоги работы в пожароопасный период озвучили сотрудники ДЧС на совещании в областном Акимате. По информации спасателей, за лето в регионе обгорело более 8 тысяч гектаров земли. Всего за лето произошло более 150 возгораний. Гибели и травмирования людей при этом не зарегистрировано. Больше всего пожаров произошло в Абайском и Нуринском районах. Многие пожары ликвидированы собственными силами местных спасателей. Однако, как отметил начальник ДЧС, в регионе не хватает добровольных противопожарных формирований. Еще одна опасность лета – купание в необорудованных водоемах. С начала 2016 года в регионе утонули 56 человек, в том числе 14 детей. При этом число утонувших детей выросло по сравнению с показателем 2015 года на 30%. Наибольшее число утонувших ежегодно регистрируется на водоемах области неконтролируемыми спасательными подразделениями департамента. Больше всего утонувших в Бухар-Жирауском районе, городах Темиртау и Жасказган. Глава региона Нурмхамбет Абдебеков поручил усилить профилактическую работу в этих районах. До сих пор отсутствуют нормативно-правовые акты, определяющие места массового отдыха населения на водоемах. А также места, где купание запрещено. Андрей Алексеевич, разберитесь с этим вопросом. Спасатели отметили, что основными причинами гибели людей на воде являются купание в запрещенных и необорудованных местах, купание в нетрезвом состоянии и неумение плавать. Причиной гибели детей – оставление их без присмотра. А имам Ринаулжас Габасов Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Караганду посетил посол Ирана. Дипломат Исламской Республики Мадштаба Дамирчилу и торговые атташе посольства встретились с Акимом области Нурмхамбетом Абдебековым. Гости и глава региона обсудили перспективы взаимного сотрудничества между двумя странами и конкретно с металлургическими предприятиями. Кроме того, посол предложил властям Караганды помощь в уборке снега по иранским технологиям. Аким области и дипломаты встретились за круглым столом. Глава региона Нурмхамбет Абдебеков рассказал гостям о промышленном развитии Караганды и крупных предприятиях области. По словам Нурмхамбета Абдебекова, Карагандинская область готова к сотрудничеству с иранскими компаниями. Реализуется проект разведки, добычи медно-хрупных месторождений Борла. Мы бы хотели и надеемся, что так и будет. Этот проект стал бы как бы образцовым относительно укрепления торгово-экономических взаимоотношений между нашей Карагандинской областью и республикой Ирана. Посол Ирана предложил казахстанским и в том числе карагандинским компаниям использовать транзитный потенциал своей республики. К тому же, по словам гостя, в Иране сейчас строится крупный завод по переработке железа. Исламское государство планирует импортировать из Казахстана сырье в виде железной руды. В свою очередь, они предлагают карагандинцам услуги своих компаний, которые занимаются уборкой снега по нанотехнологиям. За последние 25 лет было подписано более 60 соглашений между казахстанскими и иранскими компаниями, включая соглашения в сфере горно-металлургической промышленности. Это не может нас не радовать. Мы планируем благотворное сотрудничество с вами и предлагаем вам услуги наших предприятий. Глава региона одобрил предложение дипломатов. С завершения встречи участники обменялись памятными сувенирами. А я мамлина Улжас Габасов Андрей Тимофеев, первый карагандинский. В ночном клубе Караганды очевидцы сняли на видео спящего маленького ребенка. Девочка спала на диванчике у стола под оглушительную музыку и в кальянном дыму. Родители отдыхали, пили и курили кальян, а в это время на диване спала девочка. Очевидцы заметили ребенка во втором часу ночи. После того, как это видео попало в социальные сети, мнения людей разделились. Одни комментаторы раскритиковали родителей ребенка. Другие решили, что ребенку лучше находиться на виду у родителей, чем оставлять его дома одного. В 50 километрах от Караганды, близ поселка Молодежный, состав вагонов, груженный углем, сошел с рельсов. Из комментариев на видео, которые прислали очевидцы, стало известно, что за упавшими вагонами приехал состав для перегрузки угля. Состав ехал из поселка Молодежный в сторону Топара. Всего в составе был 71 вагон, 12 из них сошлись с рельсов. В одном вагоне находилось около 60 тонн угля. К другим новостям. Актуальные проблемы и укрепление взаимодействия религиозных объединений с государственными органами, а также сохранение межэтнического и межконфессионального согласия. Эти вопросы обсуждались за круглым столом в экономическом университете. В собрании приняли участие представители государственных структур, религиозных конфессий, этнокультурных объединений, а также ученые, религиоведы и теологи. Целью круглого стола стала выработка механизмов совместных действий государственных и общественных институтов по укреплению межконфессионального согласия и предотвращению любых форм религиозного экстремизма. На конференции также отметили, что республики, все религии занимают одинаковую позицию. День Духовного Согласия Духовного Согласия Цивилизации Востока и Запада Религия в современном мире является гарантом духовного развития и залога сохранения традиционных ценностей и культуры. Однако все чаще она превращается в оружие. В настоящее время, в частности, самому месту, священнику, приходится наблюдать некоторые иные тенденции. И, в первую очередь, эти тенденции вызывают опасения за тем, что они фиксируются именно среди молодежи. Мы собрались теперь с вами, студентами здесь, присутствующими. То ли поколение какое-то, как это «Здравствуй, племя молодые и незнакомые», как у классики говорится. «Появилась, которая не хочет, скажем так. Ну, молодые люди, они, естественно, порой с искусственным регализмом, какая-то революционность, но поражает у молодых людей отсутствие критического мышления, отсутствие логики в их рассуждениях». Сегодня Казахстан, находясь в центре Евразии, на перекрестке всех континентальных цивилизаций, принял на себя почетную и ответственную роль гаранта поддерживания межконфессионального и межэтнического согласия, заявили участники «Круглого стола». Ассер Сазумбаева, Жакслык Нурте, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Представители Управления по делам религии часто навещают пациентов Карагандинского хосписа. В преддверии Дня духовного согласия представители мусульманской и православной религии преподнесли подарки и пожелали пациентам крепкого здоровья. 18 октября 1992 года в Алматы прошла первая сессия Всемирного конгресса духовного согласия. Впервые в истории человечества за одним столом собрались представители всех религий, духовных общественных организаций, известные ученые и деятели культуры, которых волновали проблемы духовности. «Каждый болеющий человек нуждается в поддержке. Пациенты хосписа больше всего нуждаются в такой поддержке. Мы часто посещаем больных, мы поздравляем их в праздничные дни. Хотелось бы пожелать всем пациентам крепкого здоровья». Люди, которые получают палеоативную помощь в хосписе, нуждаются в общении и добром слове. Многие из них уже давно забыты близкими людьми. Представители духовенства уделили внимание пациентам и поздравили с Днем Всемирного Согласия. «Каждый человек нуждается в каком-то общении. И это здоровое слово, которое можно передать близкому человеку, болящему, который здесь все-таки лежит, он ждет все-таки доброе слово. И охота пожелать, чтобы все-таки Господь укрепил их». Сейчас в больнице находится 40 человек. 30 в отделении хосписа и 10 на сестринском уходе. Для больных два раза в месяц проводят различные мероприятия и встречи. Иногда их навещают волонтеры и представители духовенства. «В рамках Дня Духовного Согласия, Управления по делам религии, под его патронажем сегодня к нам пришло духовенство. Они приходят к нам постоянно. Это потому что для наших больных как важно лечение, уход физически, так и духовно». Пациентам хосписа в День Всемирного Согласия подарили пакет с фруктами. Но самым главным подарком было внимание и общение. Далее о спорте. Карагандинские хоккеисты прервали пораженческую серию выездных игр. В Перми Сараркас с сухим счетом 0-4 выиграла у местной команды «Молот Прикамье». Первый период хозяева площадки начали с атаки. Видимо, не ожидая от аутсайдеров чемпионата такой прыти, Сараркас могла начать выстраивать атаку только на седьмой минуте. Карагандинцы стали все чаще бросать, что называется, на удачу. И это принесло результат. В одном из моментов рефери потребовался видеопросмотр. Шайба скакала в зоне ворот «Молота» по каким-то фантастическим траекториям. Но счет все же был открыт 0-1. Второй период, несмотря на обилие опасных моментов, не принес заброшенных шайб ни одной команде. А вот в третьем периоде Сарарка попросту расстреляла ворота «Молота». Сергей Твердохлебов реализовал большинство 0-2. Третью шайбу ворота «Пермяков» забросил Алексей Ломако. За четыре с половиной минут до окончания матча Сергей Твердохлебов проводит дубль, увеличивая разрыв в счете до четырех шайб. Нужна это была победа. И предыдущие игры, в принципе, по игре неплохо играли, создавали хорошие моменты, но не было результата. Сыграли по игре, в принципе, тоже неплохо. И где-то прорывал ворота, здорово сыграл вратарь. Оставил игру. То есть, ребята поверили в него, и он поверил в команду. То есть, я это радуюсь. Следующий матч «Карагандинская-Сарарка» вновь проведет на выезде. 17 октября в Нижнем Тагиле наши хоккеисты встретятся с местным клубом «Спутник». Давайте, мужики, всех с победой. Настраиваемся на следующий матч. Гелла, спасибо. Всех еще раз с победой. Время! Всем спасибо! Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, первый «Карагандинский». А вот «Карагандинские» футболисты не смогли порадовать своих болельщиков. Со счетом 2-0 «Шахтер» проиграл на выезде в Атерау. Таким образом, «Карагандинский» клуб по-прежнему находится на девятом месте турнирной таблицы. По всему было видно, что атерауские футболисты намерены взять реванш за обидное поражение в первой игре второго этапа. Тогда «Горняки» сумели выиграть с разгромным счетом 3-0. Прохладная погода наложила свой отпечаток на всю игру, но, несмотря на это, команды смогли показать интересный футбол с множеством опасных моментов. На 17-й минуте Атерау провел голевую атаку. В ходе позиционного наступления мяч оказался у Куртиана, который сделал выверенную передачу на Оржанова, который, в свою очередь, сыграл в касание, отправив в нижний угол ворот Шацкого. 1-0. На 78-й минуте хозяева поля ринулись в стремительную контратаку. Чуреев сделал передачу на открывшегося Сапарова, Алтынбек отпасывал на трытку. Поляк бил в дальний угол наверняка, но Шацкий достал мяч. На счастье от ирауских любителей футбола на добивание первым был Павел Шабалин. Счет в игре стал 2-0. Комментируя игру, наставник карагандинской команды заявил, что игрой своих подопечных доволен. В принципе, я доволен игрой команды, доволен настроем ребят. Мы знали, что игра будет тяжелой, мы знали, что на таком поле будут ошибки в передачах, будут технические ошибки. Главное было не обращать внимания, а продолжать работу. И выполнили все, поэтому я предъявить не могу претензии игрокам. До конца сезона осталось лишь две игры. 22 октября «Шахтер» примет команду ЖТСУ из Талдыкургана, а через неделю, 29 октября, «Горники» в Таразе с местным клубом проведут последнюю игру сезона. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин